Давайте попробуем Тран-2. Давайте с островами, с островами звучит хорошо. Так, ну как минимум здесь есть Ледрос, здесь есть Раза, и все это восьмерки. Здесь не жалко играть Ледотрясение. Призрачная дама тебе нравится, что ли? И героев тащат, вообще все тащат. Нет. На моих глазах вы разыграли, а не призвали карту Ледяной Столб. Вот это плохо. Дэдовин это тащит Аниви. Так, ну если я с Аниви буду, то тогда да. То тогда да, наверное, действительно лучше всего с Аниви будет играть. Ну или конечно с трендой, но... Ну Кайбраун, колес, то что-то все нет. Трэш, Ноктюр, не сюда. Давайте Аниви попробуем. Здесь можно два тросите иметь в колоде. Ух. Это я, конечно, очень жесткий, да? Разыгрывая, 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 разыгрывая. Ни одного призыва, нафиг тогда. Призыв, ратная матери. Дешевая. Дешевая берем. Лиц предков точно. Камни, скорее всего. Пара тролльских напевов. Пара нечто за гранью, чтобы контрить солнечные вспышки, например. Ruination, не льдотрясение. Мне кажется, как раз таки льдотрясение. Не знаю. Или то и то, может быть. Так, точно двоечки. Где наши двоечки? 4-3. Нечто за гранью сейчас на новый уровень вышло. Прямо на новый уровень, потому что контрит уничтожение. Дорогие уничтожения сильные. Всяких аваросанов кучу. Всякая рисующаяся фигнина начала. Я совсем не уверен, нужны ли шаманки. Вот, блин, такие крутые. Из-за того, что они дорогие и стоят 6, они на самом деле очень так себе играют. Вот что нам нужно. Может быть, даже вот эти тролли. Чтобы тот самый early выживать хоть как-то. Убиватели, воскрешатели за 3 и рекиндлеры. Рекиндлеры, да. Не хочешь взять катализатор районов вместо камней? Мне кажется, лучше камни круче. Камни и хватка нежити. Не знаю. Может быть, стоит... Может быть, можно убрать вот это и взять просто катализатор. Есть вариант воскрешения за 3 спайла. Умер тяжелый юнит воскреси его. Зов туман можно попробовать. Насчет убивателей летописцев за четверку вообще не хочется. Вообще нет. Очень дорогая колода прям получилась. Очень дорогая. Здесь как будто надо еще больше. И катализаторы тоже сверху. А давайте вот так вот сделаем. Кардровал через нечто за гранью. Просто по майне жуть вышла. Но здесь ледросы, здесь призрачные дамы, здесь разы, здесь как бы... Ну да. Давайте просто попробуем. Для этого, чтобы пережить старт, у меня типа хватки нежити есть. Может быть, тролльские напевы, наверное, не нужны. Есть такое предположение. А вместо них, вместо них, опять же, зов тумана. Например. У нас нет юнитов на столе, некого воскрешать. Воскрешать мы будем камни, если их будут убивать. Это самое главное. Все остальное, типа... Блин, ну в такой деке, конечно, руинейшнс все-таки смотрится сильнее льдотрясения. Не, давайте я уберу зов тумана, но возьму пацанов за два. Стражников. Рекиндлер на самом деле не супер нужен. Лучше трех стражников. Одного рекиндлера хватит на колоду. Так, что это у нас? Что это у нас? Это у нас... Сгарба еще. Давайте призрачную даму на обложку. Спухи трандл. Почему я семерку, кстати, не взял? Еще минуту. Так, где она? Вот она. Одна и хватка нежить меньше. Давненько на островном поле не играли. Под него розовую акулу, конечно же. Почему у меня колодок... Почему у меня при создании колоды исчезли мои... Моуты, которые я расставляю. Через скил, который удешевляет любых юнитов, но нет юнита, которые удешевляют любые скиллы. Потому что еще не завезли такой... Такого класса... Такой расы... Такой фракции, которая будет удешевлять скиллы, не знаю. Иония чуть-чуть делает, но... Карма из реалии. Самое главное, забыли, фрилер для этой деки. Бьоргов 3-3. С чем не Бьорги? Я Бьоргов не сильно люблю, на самом деле. Духи помогают тем, кто их слушает. Мои глаза не утратили зоркость. Время пришло. Во имя обороны! Как нет, соло удешевляет, да? Здравосильные карты мы благодаря им можем облегчить колоду. Приготовься. Не, не буду его убивать, я камни просто поставлю. Заживайте, заживайте. Давно я, кстати, карму из реалии не видел, старая мета. Товар у меня. Не все желают добра. Скорее всего, он сейчас чем-то убьет камни. Попробуем найти другие новые камни. Или лица предков. Да, отлично. То, что надо. Станьте древние, проснитесь, правьте льдом, сломайте небо, стань древние, проснитесь, дайте сил нам и победу. Шон. Теперь можно и анивию, в принципе. А шо бы и нет. Че, он этот рандал, если он еще камень свой сыграть не может. Попробуйте клинки зенита на Штефанов. Я играл через Тарик Штефан колоду, мне как-то тогда не очень понравилось. Кушение. Ха-ха. Ладно. Он ветеран получит. Киштофин, 2-4. Фрилюрдовский. Чуть катализатора, кстати, есть. Так, это ты вампирчиков сыграл, да? Ты вампирчиков сыграл. У-у-у-у-у-у. Это богатство. У-у-у-у-у-у-у-у. Могу ли, хочу ли я отдать сейчас. В horizontal некоторые пары. Р Banase нейばалее долго. Или через пров Ind submit. могу потом просто не тимпанку все-таки точно отдавать я не хочу возможность убивать нет смысла потому что все там они убьет да и в принципе мы можем сыграть катализатор пробивной удар да не даем ему опыть из реаля всеми способами всеми правдами и неправдами блин как же у меня тяжелая колода жесть так если я сейчас поставлю трендла он может может он мог бы убить они вею чем-нибудь просто такая атака атака еще если вдруг он убьет они вею чем-то ногу кому только я могу усмирить ветер вот это неприятно потому что потому что вы было поздряли слишком близится близится уже близится за пробить он мог забочить я не знаю почему не забыла чего это было странно конечно уличная зима уличный уличная кстати нет руинейшин возможно менее полезной чем и дотрясение еще не точно пускай убивает это и чё мы будем и киндлер играть или разу самых сильных слоя самых слабых окей разум и киндлера или разум и киндлеру или разум сейчас он скорее всего накинет термогеник или мистик что-нибудь такое нет ладно здрасте джи джи дабл стан ну ладно пускай еще что-нибудь потратит я щас просто дабл зверства выдам ой-ой-ой-ой-ой-ой минус стол выложил три юнита и все они сдохли от одного шторма ой-ой отмены нет возврата нет поехали первая катка получилось прям неплохо пока что по сути чё круто в это в этой колоде сейчас то что с вот этой вот двоечкой с каменными лицами фрильорд получил еще больше еще больше мощной рампы фрильорд острова всегда были такое чисто рампа выходящая в жесткий контроль гачи было алло алло стример ты чё но вот это конечно говно меня скорее всего сейчас уничтожит не конечно аниве в принципе может убить там своим до этим дождичком пару юнитов может на 6 ход но чем у меня атакующие 4 6 и 4 у меня не будет шести манны и пух делал пух делал тут что тут 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 халявный урон и нету восьмерки в руке серьезно тролль следопыт разведчик склонилась на торчавшим и снегу куском ткани который пах человеческим потом и дымом от костра потянут забор в край разведчик вытащил лоскут кое-что еще талисман матово блеснувший под грызовым небом талисман племени авароса на так что у них там притяжка силой плюсами плюс 0 то есть камни поставим наверное в теорему короче сейчас надо давать ферста икс да для того чтобы как можно больше урон нанести предупредить жителей я придете идете и идите и следующий ход конечно птичка убьет тролль а поэтому надо как-то можно так может быть стоит сейчас просто вот так пойти да 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 о зов тумана может быть поставить они вы может быть повезет и и риснуть сейчас нужды нужно тиски на просто набор карт виде деки о которых я думал как говорил про 66 за 8 да это жестко лужа процента или защитную механику как поддержку ну может быть было бы прикольно может быть так пожалуйста рез они игра давай давай ты сможешь давай 50 на 50 50 50 50 50 50 50 ты давай 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 я вот думаю он же чест поливом блокера назначат ну типа чтобы они сбочат минимум легкокрылым каким-нибудь возможно хватку нежити выдам вулу сейчас прямо постараюсь меру а чертям сожрать вулу рукой ну вот это примерно я и хочу сделать вот он отдал парирование на что я сразу хватку не дал ох какой интересный быстро крыло отдал классно прощай вулу может он по а может сейчас подготовить атаку собирается может он сейчас хочет в роли вы эти и тем самым нанести мне 4 урона но я уже похилился мне уже хорошо я иду по грани миров блин очень хочется призрачной дамой выставить стражника я думаю что я это сделаю черт может не сделаю 1 хп димасе иония я да я переживу эту атаку только не ралли пожалуйста только не ралли азия это не имеет смысла да она же копию вытаскивает мог просто и похилиться надея а зачем если я в следующий ход смогу бесплатного ледроса сыграть за ноль тоже следующий ход у меня 10 маны если он не жмет ралли нет походу он просто поет шайна нет он жмет ралли ну я жадно сыграл я жадно сыграл мне надо было сидеть на мане под зверством типа мне надо было сидеть на мане скин вкинуть просто воросан сан типа ну один хп конечно плюс я жадно сыграл камни в блок не поставил но я хотел воскресить они и вина следующий ход папа папа чером чером торгон агроты что ли актер диана ну да роль которой не на чем рампить манну много дорогих карту зверства конечно меня сейчас просто уничтожит по моему здесь жив жив цел жив цел скорее всего на него кинут пренеприятнейшее заклинание за 2 маны поэтому можно сразу пойти в атаку 2 старый декором по ниве и с ней нормально реально нормально выглядит ранов полчаса назад я говорю что новкой деке увижу ну да вот я говорю это и есть старая аниве воскрешениях все цеплина и твердость убеждений мухей интересно почему здесь потому что не хочу от единички потерять камни преображения от единички урона очень хорошо что хватка нежить есть очень хорошо что есть они ты умираешь воин салари ты уверен как там дорогих карт около пяти чё 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 почему он выжил а ну да каскад ровно 1 х по дополнительный ну-ка что же там что же там это дивана не у дивана помогите сейчас либо мы будем спасать зон тумана не верю воскрешать яйку но честно говоря воскрешать яйку я не вижу смысла особо сколько здесь ночных трое то есть она пнется и другие союзники получат устрашение я хочу трандом защищаться от ногтюр на нее ну главное чтобы там не было окей все хорошо найс убивают а не вю здорово мерсер консид вино нет тебя трану я там вообще не мог терять но никак просто нельзя было сомневаюсь что он задевается сейчас а мне надо что может быть стоило камень отправить в бой тебя забоитесь его стопа почему не сыграл стол почему не сыграл столб 8 ход тиван dance game сейчас бы убил актер на ну блин он бы успел уменьшить атаку на один а ну и все равно я бы стран тип мог убить трону место яйца так нет на тран для не было притяжки притяжка была на яйца потому что там ногтюр на выдавал при входе уязвимость интересненько ну погнали блокеры есть и экстренное зверство есть все вроде не так плохо блин он сейчас столб как ночь использует это за жесткая кста это прямо щас за нулевку и столб использовать это это сильно это сильно 11 манны жидится гунари 810 я подумываю скорее всего сейчас просто бодрящий рых придется использовать жду дальше сейчас скорее все еще одна ночная карта и да нет не в атаке нет почему блин в атаке 810 16 7 хп это ровно 16 мне придется использовать 1 тросите в любом случае придется и все равно я не недосчитал я все равно умираю 810 эх единички маны нет сколько двоечки маны на не хватило и грустно ну блин еще плюс два плюс один канал смотрю там светом и второй сезон с ровокализации идет привели очень годно в том числе с маке вообще секс ну хотел сказать татсумаки вообще секс ай блин бодрящий рэк вот сколько не играет он не играет он сколько его не пытаюсь че не до атаки кинул блог бы поставил я поставил бы поставил бы если бы кинул до атаки because anderson shine we shine together ну я не знаю чё здесь менять честно и на что призрачная дама не очень всегда не очень всегда была и остается даже несмотря на то что она вытягивает Даже несмотря на то, что она стоит 8 Несмотря на то, что она вытягивает Может Анивию вытянуть из клоды Она не очень все равно Призывать за тройку битва юнита Да Да, это можно было сделать Но раз бы все равно ничего не сделал Я просто не хотел от Росити Медленным спайлом играть В этом, да, была моя ошибка Ну, призвался бы раза, но Точно нужно добавить Одно льдотрясение И А мы же страхови... Не, у меня так много Юнитов не умирает На Урзака Рекиндлеров убирать одного раза и добавлять райндропы Типа тех же Бьоргов Может быть Бьорги неплохо, кстати, будут Когда блокеры Может быть Хекс Ноктюрн Диана Нам здесь точно пригодится Вот это все Ну, от ранова, правда, надо дожить А вот это прям действие систем Сройнейшен всегда есть мерсер, конечно Куда же без него там я не подпущу врага я не наточил топор там исключаем трону он дает в руку пивор да не знаю потому что он на призыве это очень прикольно тени блин еще может быть убью нет чтобы не хочу хватку и за эти защитный ход в а если она сейчас пойдет в атаку я смогу катализатор поражать отлично вот это уже хорошо берем полдеки и берем сало я берем сало и выигрываем все игры везде всегда ей ну и чё ты убьешь бедного стражника жалко его капа чего-то еще забавно если он пасанет прям for head будет так сколько у меня мана на следующий ход 7 можно и тронула и аваросенца сыграть если что он нам сколько в том что я хочу на самом деле гигантский столб который ломает и глаза и уши хазаль кири кстати хазам возможно и проиграет не знаю а чего я неправильно ману посчитал 6 почему меня на тот ход 5 было или я просто 3 маны сойдет хватка нежити еще есть так что все нормально я очень сомневаюсь что он пойдет в open атаку сейчас а значит льдотрясение может быть сделает дело вопрос там чье трандовская или просто зачем трандовская просто сыграем и все льдотрясение в данном случае лучше ройнейшина что трандутая не теряю просто сейчас по побьет по земле и все-таки и все такие умрут карты игру выиграл сушаль кири я согласен насчет бьорга в берге здесь могут быть очень даже вполне профитной штукой прикиндлер может быть и не нужен это типа hardstone а ты же вчера на стриме был и смотрел стрим и спрошел вопросы по рунтере нет нет это лучше hardstone но это гораздо лучше чем hardstone эти так и хотя бы одного бьорга пока еще не играл ну когда-нибудь может зеркала за 0 потенциально интерес тема да с пивар сами за 0 я прям тоже не за 0 а за 8 конечно но то что они притянут кого-то но это такое не это это всего лишь для летала ну меня здесь летал в том чтобы просто дожить и скастануть скастовать 22 тросите шинджи и то как зинди это давайте так потому что трандл просто хорош чем лучше чем хс я просто хайс не играл в рунтере игровые механики более приятные их больше и они интересны потому что если в hardstone ты играешь одним просто классом и накидываешь классовых картонок то здесь ты сочетаешь классы также как magic the gathering только всего два в ограничении и в общем-то это приводит в принципе к тому что ты можешь создавать бесконечное количество разных сочетаний интересных колод здесь вот карты которые динатинг в этой деке не они легка нет я говорю она нужна только для только для пробивания так лица предков ставить не буду потому что не вижу смысл у меня нет восьмеры вам отыграть камни скачных начнет убивать чем-нибудь давно камнем кстати 4 здоровья сделали и же в какой-то момент помнерф или на меньшее количество здоровья не помню что уже трендал среду блину кстати надо надо к я бы хотел сейчас отыграть и лица и тролля и камни просто все вместе но мне надо потому что мне нужны блокеры слишком уж нужны блин оксус но ксус сможет гильотиной мне лицо под 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 ламень да поскольку это свейн я очень не удивлюсь гильотине так же 6 манны будет можно будет тролля лица и хватку какую-нибудь насколько сильно он жаждет убивать трону стоп зачем если я могу анивию сыграть потом ничего не было лол и не перебрасывался в картишке но всегда был рад переброситься в картишке ну супер-супер-супер все ну это конечно не агрессивная кого-то с вами тестов это скорее даже виды левиафаны застанье стол оппонента раз все равно убивают почему бы не задрогать картишки перни переброситься в картишке я не помню это так вряд ли из полет пистолет за единичку правильно итак у меня уже 7 манны под этими камнями 89 под лицами предков и камнями преображения будет стоп 7 подожди 8 9 10 у меня 10 манна на следующий ход с учетом дополнительного кристалла который даст сама игра мои глаза не утратили блин а если он не убивает анивию в этот ход она рисуется на следующий он не убивает анивию на этот ход не что искал пистолет гангпланк ну приятно не используется здесь пистолет гп я ли стоп что а потому что просветление сам дождите а я а я а я не мог я же не в атаке был да мне надо чтобы мне надо чтобы надо было чтобы они в была последней я не мог их никак переставить между не было таки ой будет не жили из-за этого она не поводни не не риснулась из-за последовательности просто на столе боже какой же как какой бред жертва во имя общего блага во имя общего блага ну короче я предлагаю или дроссить и хер бы с ней с анивий да я покончу этим очки которые не могут задеваться от ледроса 97 трандал которую через которого все-таки лучше притянуть стоп тогда это будет 8 урона а здесь он заблочится здесь он теперь обязан блочится с вейном или подождите с вейном он хочет тут здесь он наносит 7 трандал не лучше тогда убить лучше тогда убить чтобы он не опнулся милакова до 1 хп что-то добить там найдем чем принял может быть тогда стоило стоп уничтожить они ко мне 89 только под камнями не даю еще рандерку гонять да как надоест на накачать если здесь такая большая обнова пока что только-только смотрим только смотрим все плюшки обновы не было бы девальдат потому что притянуть свои на нельзя почему просто не выиграю зверством потому что не хочу потому что зачем иди не хорошая так то кстати получается неплохая вот-вот-вот-вот это неплохая правда здравствуй аньева пришла сталкивать возьмака сейчас нас наверно пойдем на самом деле ли не очень много трандов я придумал получается за сегодня потому что стрим блин при этом стрим четыре часа был мы не играли ни одну экспедицию чё сыграл трандла с торгоном трандла с билдж водером и вот спуки трандл сейчас хорош блин камни преображения плюс трандл просто идеальная комбо потому что на третий ход и ставишь камни на четвертый ход ты ставишь трандла именно поэтому не нужны тролли 35 потому что ты их как бы скипаешь и сразу же выходишь в трандла просто-напросто принципе которые за колен катализатор ионов примерно той же тот же механ имеет забавная случайно скипнул не поставил стражника он поставил матроса не знаю что ну знаю что у меня типа нет юнита и я тем самым спокойно уничтожил бочку халява класс еще с владом был с ноксусом там разве был трандл атака ли то интересненько на этом конечно хорошо сделал ты конечно сильно ладно катализатор раз я не могу трандла выставить можно не катализатор можно лица предков но зачем катализатор гораздо выгодней хотя лица предков были бы блокером главное что он сейчас еще свои на не может поставить это самое важное т.ф. чё там синюю карту даст а вот поставил бы лица предков он возможно убил бы их т.ф. он просто-напросто так 4 урона я не боюсь все у меня уже трандл сейчас на следующий ход вместе с лицами предков . ничего себе что он такое собрался играть возможно я знаю что 55 почему с я думаю я предков смогу поставить может быть блин от него еще скорее все дождь опять прилетит и если я сыграю предков я больше не сыграю ничего погнали сразу трандлить пред супами до хорошего стрима есть два вопрос чекал ли ты игру control и будет лилка стрим когда-нибудь когда-нибудь будет control играл на стриме у меня заказывали его мне он прям не сильно понравился что очень быстро надоел если быть точным вот я так и думал что эта карта будет ближайшее время это лучший просто ловила свои на из возможных и обычный дождик немного жаль что ой как плохо так замешать в колоду трандал да значит у меня есть еще один трандал за пятеро значит я не буду играть нечто за гранью пока что я просто сыграю лицепредков и трандо у меня 7 было не 8 дома на подумал вдруг я мог столб сыграть и не пожалуйста кодеки на соло через драконов и димасию у меня все есть на ютубе таратур можешь зайти на ютубе найти мой код колоды под видео я все выкладываем блин время уже почти 8 до ведьмака мы точно не пройдем в этом этим летом дорогном но услугались скоро новые кооперативные карты не думаешь покатать когда вы идут если пачку найду может покатаю пока такое нас ждет победа плохо на самом деле что скрыто я как бы могу убить сразу же т.ф. чтобы он не смог вкинуть стан в трандал приманную а может ли он все еще кинуть стан в трандал и вот это вот я хзм да я хзм а ну да урон по ногу по нексусу и да и трандал стане давайте попробуем бьерга поставить как дополнительного блокера на всякий случай не хочешь в вейст он 3 поиграть совершенно никакущего желания играть в вейст он 3 супер впечатление у плеона похмельный рассол сейчас понял что чаще всего проигрываю но изначально оказалось самый слабый не вот себя неприятно что я не выйду в 10 манны но по крайней мере по крайней мере у нас все не так плохо блин сейчас какой-нибудь левиафан вылезет конечно же стоп если вылезет левиафан то я просто убиваю своей на а значит ему надо использовать какое-то 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 заклинаем который прописывает урон сейчас ребята все средства пара по папара пап папа папа играть и 2 ледяной столб от тебя а почему бы и нет я кстати могу убить левиафан а свейна убить при помощи разы у меня кстати почти летал тоже был 9 плюс 7 то есть 16 урона на следующий ход я мог зверство сыграть но как по мне убивать левиафан это тема хорошая интересненько ладно чтобы авто в транле так это то что точно знает сколько тяжелых карт когда типа он в атаку идет да знает это кстати жестко достаточно так они веживая поскольку у меня гигантские ледяные столпы я даже вообще не получаю урона по nexus а вот хочу ли я получить урон по nexus вот это вопрос может и ладно типа на самом деле очевидно было до что он уже проигрывал разу брось ты его думал может может убить сразу двойкой может убили может быть убить разу шестерка идти почета из этого блин понравилось дай-ка пока что хорошо играется хорошо играется хочется еще поиграть что написал что не буду и завидую трезвый чего сломал еще напился я завидую я бы тоже выпил что невкусненького вот тройка пятерка идеально трэш эти разу да давайте разу тоже ставим потому что это восьмерка которых обожаю эти размеры в интере так не понял как акула работает иногда она вообще урон не наносит по юнитам не понимаю что ты имеешь удар кири радар моей бабушки понимаю с днем рождения бабушку сломал здорово здорово так модно у меня нету мановы вернем не нужном поехали или вает как от кей и любят посетителей александре хочется поддержать хорошего и лампового стримера копеечка благодарю супер удачного стрима хорошего настроения и здоровья смотрящим тебя работягам но я чем 3 в чате благодарочка меньше чем 3 в чате к давая поспал любви сам спасибо большое за 100 рублей супами да еще раз данный акцептед у я прям камеру ударил хорошо что у нее защитная защитный объектив спасибо спасибо за донатик очень приятно перегрим скотт пилигрим и накопление манны вот вроде хочется сыграть анивию но в то же время надо играть камни и играть ледяной столб и играть анивию в атакующий ход зачем играть в защитный ход правильно если можешь сыграть камни и того же стражника стыла мне сейчас спросить как работает акулка когда меня дошел как работает акулка то есть я не понимаю что ты не понимаешь в работе акулки она же супер легкая просто выбирает кучу рандомных таргетов и вписывает в них дамаг все кажется на следующий ход я ставлю столпы и убивают рша теории можно даже проклятого хранителя здесь убить я как-то не горю его тем что он жив да не пофиг пускай пускай сам ищет способы правильно да потому что самым сильным будет трэш сейчас под столб и поехали что трэш дрожат под живочки эти от рандал пришел на бот ганкать сейчас мы стол поставим убежать он не сможет на шедкере получит килл я 10 манны жестко жестко если только он сейчас а у него нет 7 манны чтобы убить трандом чебурек это ничего не дает предлагаю не вина тоже с другой стороны аниве убьет 2 юнита раза хотим ли мы чтобы аниве убила 2 юнита у него треш на 2 из 6 рандал его все равно убивают неважно играем они раза не сейчас зачем типах убить паука с этим тупо даже если он апает реша каким-то лютым способом у меня 10 атаки на отран для так что абсолютно без разницы проблема в том что если он опять рша сейчас ну на самом деле не лютым способом очень простым двоечка и с кем он с осолом знаете я лучше по осторожничаю сейчас я так подумал просто если у него есть двоечка который убивает его юнитов на этом туда лучше я сыграю осторожно страшом на столе 8 маны черт я не могу ли адресов играть и блуждающую тоже но мне нельзя играть потому что у меня стражники татаре 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 хочу избавиться от этих двоечек задрогать картиш который я смогу на этот ход надеюсь сыграть можно опнуть анивию прям сразу фух можно выиграть игру с верстом на следующий ход кстати возможно что он может быть у него ruination говорить и вряд ли давайте обнимание на следующий раз да зачем на тебе чего он убьет 12 и этот 4 3 как маневия по что сильнее сыграть 75 атакера и убить пару блокеров либо анивию которая начнет уже либо дожить до анивии которая выиграет нам игру просто уроном по nexus под зверством под трандом я думаю что и лица предков топ если он сейчас какое-нибудь убийство готовят за семеро это мы всегда можем как минус шесть манны минус 6 манны это да это грустно 15 урона она подпиливает как от ким меня сейчас пугает какая сверхновая которая убьет вот это вот и я ничего с этим не поделал поэтому давайте просто сходим в атаку давайте просто притянем здесь и выиграем да и выиграем возможно кстати ли адресом он единственное там может прийти этот сайленс дурацкий за треху стоп а почему я не притянул здесь а я знаю почему потому что иначе трэш бы защитился здесь и по подхи и на с шикарным регенерирующим блокером трандом у которого еще офигенная оешка есть за 8 они очень много рампы добавили рампа это топчик то есть лица предков камни это вообще прям супер тема ты на самого сильного кидаешь один хп но сейчас скорее всего будут рандом о этом к тем трону ледер сам пытаться убить посмотрим что он сделает главное чтобы не похилился типа спелл с не не вот этот спелл соло спелл за пятерку который хиляет но если он похилился у меня есть еще один лед раз и зверства сотворение звезд там дам 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 ману оставляем проблем то что трач сейчас вытащит блокера вот если бы я сыграл лед раз ну мог бы сверху кончилицо получить неприятно от расти все еще есть да все еще есть проблемы в том что у него мне надо чтобы он всю манну потратил каким-то образом или хотя бы чтобы его манна была ниже 7 тогда я уже выигрываю через зверства как работающих у андерс я ее помню только в бете камбл и бассейн сейчас непонятно что делать то же самое что и в бете просто раньше здесь было по моему сила была 3 и она уничтожала в том числе чемпионов а потом я передел на сторонников возможно все четверка была на короче чемпионов тоже уничтожала это была слишком большая имба потом ее поменяли на то чтобы она могла и короче ее ослабили а сейчас ей вернули еще регенерацию вот так за 6 манны он в лед раз а не даст ничего и 5 здоровья восстановления нексусу нить даст тоже ничего мы выигрываем чем желательно именно лет с а потому что если от ранга кинута он-то он может остаться с силой 5 а у лед раз это силой много да давайте сразу потому что тран 2 можно захашить а лед раз и нельзя сотворение звезд f как я и думал единственная проблема sol колод и как их можно обыграть это знать что в основном все самые сильные заклинания и вообще творение небеса соловые они они медленные вот это самое в принципе главное у нас и киндлер хоть раз сыграл нет трудом ой агрота агрессивненько будет сейчас давайте мы оставим вот так попробуем дожить что о это меня сейчас фирсом и убьет я знаю что меня сейчас убьет призраки скорее всего скорее всего меня уничтожат призраки слушайте а может быть это колода на призраках альки 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 бери за на заметку может быть это призраки через наследие хладорожде нах сейчас девять способов призвать призраков плюс возможности хриснуть при помощи тройки при помощи к листы как бы жестко по моему призраки с легоси фигня по моему жестко дорогая я перезвоню свин 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 я думаю что я могу медленно сыграть через котле затор что что он не пошел в атаку что что ладно я как бы могу и на следующий ход сыграть катализатора мне же не сложно все здесь одна проблема я не могу убить паучка я не могу нормально разы сыграть у меня был офигенный play через разу но теперь я не могу его сыграть сэдли еще и к листу а поэт вот ведь мерзкий типа слышь как стримеры играют им противники такие уступки царские делают где ты увидел сейчас царские уступки то что чувак просто пацану ну это это не означает что я выигрываю типа он все-таки агрессивен достаточно меньше сырон 9 маны будет вот мог бы я сейчас блуждающую сыграть было бы топчик так у меня все еще 9 маны я могу сыграть только они да я бы сейчас блуждающую с бодрящим рыком сыграл вот было бы жестко но он убил все-таки мои лица предков тварь 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 тупо тварь не ну мы попробуем дожить сыграв бродрячий рык на следующий ход наверное но и опта да вот это вот похоже на рип верно но это неплохо у него три атакера у меня три блокера я на просветление они воскресла хорошо и я восстановлю сейчас 10 здоровья если он даст мне такую возможность то что возможно он просто какой-нибудь от росте пропишет стоп на у меня в ответ на от росте есть зверство на от росте есть от росте спасибо братан я покажу тебе вот эту карту до свидания как тебе 10 и он обязан сейчас идти в атаку просто обязан иначе он потеряет всех своих юнитов в том числе сборщика с не поляна неужели это семерка наконец-то сыграла боже мой бодрящий рык 10 из 10 доставь ставь ставь он все равно умрет неужели непонятно дам дам да еще раз да какая красота ледроса не может быть у него я ему еще две карты в руке сжег охренеть еще могу убить к листу попробовать зверством но не буду наверное семерку дешевле до нуля карту что иначе говоря можно четверт ход сыграть нет она удешевляет только когда ты уже дожил до до просветления до десятки но это прям выждающая который восстановил мне 10 хп это прям это я спустил собак жесткая минус сализа минус количество ледрос свой разовый эти не может убить здесь ничего у меня зверства в руке 14 хп у него 8 у него где окей мне кажется шикарная завершающая катка на сегодня очень хорошо очень хорошо получилось поиграть на трэш для аними и островах то есть рамп контроль островной сейчас все еще легален мы даже победили асол деку одну правда с трэшом трэш асол не самый сильный из всех но прям хорошо получилось остальные деки натрандова пока почти не тестили надо будет обязательно попробовать колоду натрандла с ионией и кармой вот и точно такая же рамп карма на на увеличение ман на просветление короче вот и не знаю что нибудь еще а Продолжение следует...